Утро в Новосибирске. Друзья, сняли квартиру с шикарным видом. Я стараюсь брать повыше в таких застройках, чтобы вид был далеко. Улица Виктора Уса, дом 7. Вид, конечно, балдежный. Я сегодня здесь записывал таймлапс, восход солнца. Сказочно, просто сказочно. Детский садик. В общем, друзья, чем-то напоминает Краснодар. Снимали однокомнатную студию специально, чтобы переночевать. Лучик принял душ, поехал сейчас в аэропорт. Сегодня улетает в Сочи, уже прошел зону регистрации. Сегодня будет дома. У нас дома тоже отдыхающие потеряли ключ. Сегодня будет его восстанавливать. Итак, а мы продолжаем свое путешествие. А мы продолжаем свое путешествие и выезжаем в Екатеринбург. Надо запечатлеть в памяти вот эти виды. Запечатлел. Итак, впереди полторы тысячи километров. Сейчас доедем до Омска, сделаем небольшую остановку, пообедаем. Потом поедем дальше. Танюшка у меня почти готова. Осталось взять вещи. Вот абсолютно маленькая, небольшая студия. Чисто... О! Переспать ночь. О! Чуть не забыли. Смотри, там. Там под подушками? Нет, ничего нет. Единственное неудобство, здесь нет Wi-Fi. Ну, что делать? Новосибирск. Поехали. Выезжаем из Новосибирска, проехали Кольцо, на Толмачево, на Омск. Улыбаемся. Впереди камера, на 60. Улыбаемся. Сбавляем скорость и едем в Омск. Там у нас запланирован обед. Я думаю, что мы в Омске будем где-то в районе 3-4 часов. Около того. Дело происходит где-то в Новосибирской области. Маленький населенный пункт, Каргат. Как-то так он был на... Смотрите, мы пьем кофе, как обычно. Это вот наша... На, держи. Это наша обычная ситуация с кофе. Газовый баллончик. Плитка. Включаем газ. И плитку. Все, кофе готовится. Наша машинка стоит на обочине. Тут удобное место. Танюшка достает что-нибудь вкусненькое. Да, вот мы решили... Мы вчера купили с Лучиком в Пятерочке в Новосибирске. Калачик. Калачик с маковой начинкой. Ну, столько начинки было нарисовано. Давай посмотрим, сколько я тут на самом деле. Стаканчики улетают. Кофеечек, молочко тоже купили в Пятерочке в Новосибирске. Танюшка сейчас делает нам вкусный, ароматный кофе. Когда вот так вот едете на своей машине и есть возможность готовить, это, конечно, очень круто. Это вы еще не видели наш обед. Мы его вам сегодня покажем. У Танюшки пастила Белевская. Сказка. А Лучик в этот момент... Он там у нас где-то летит. Уже на Домском пролетел. Мы на Домском будем только часов через пять. А он уже проскочил. На самолете. Быт походников. Нам, кстати, надо остановиться где-нибудь, где магазин есть, пополнить запас воды. Вот с водой у нас все. Омывайка у нас есть, купим на заправке за Омском. А вот водичка у нас заканчивается. Валдберрис. Потрясающее количество этих автомобилей. Я сам все заказал на Валдберрис в последнее время. И сейчас буду заказывать еще. Смотрите, сейчас пленочка подернется. И все. Правила приготовления кофе. Ни в коем случае его нельзя доводить до кипения. Танюшка под свет автомобиля. Видите, стали появляться пузырики у стенок нагревающейся посуды. Вот это первый признак, что все. Сейчас нужно будет спешно выключать. Красота. Калачик хочу. Поля, поля, поля Новосибирской области. Столик вот этот прикольный. Мы купили его два года назад. Год назад. Купили его год назад для поездки в Карелию. А сейчас он с нами Байкал прошел. 14 регионов. Видите, пленочка стала образовываться. Пенка самая ценная у кофе. Признаки закипания начинаются по бокам. О, у меня рука приготовилась выключать. Слышите этот звук? Про чай говорят красивые японцы. Шум ветра в ветвях сакура. Оп. Все. Кофе готов. В общем, сколько здесь мака на самом деле? Ну, нормальненько так. Чуть, конечно, меньше, чем нарисовано. Оно усохло, мне кажется. Да, да, оно усохло. Татьяна Евгеньевна еще защищает производителей. Так смотри. Старались, все равно много. Старались много, да. Че, прикольно? Вкусно. К слову, мы тут едем, едем за фурой. Пристроились за ним. Он же с нашего региона, 23-й. Краснодарский край номера. И вот мы едем потихонечку. Ну, две машины с Краснодарского края, по крайней мере, зарегистрированные там. Среди Березняка березовые леса. Еще 350 километров будет Новосибирская область. Или чуть меньше. А потом Омск. Ой, сколько там, видишь, Тань? Это мы думали, обгонять его или нет? Ну, нет, точно нет. Омск, 401 километр. Барабинск, 75. Небольшой городок, основанный в конце 19-го века. Читали о нем? Население чуть больше 20 тысяч человек. Но климат здесь везде континентальный, поэтому, к сожалению, у нас ни один город не привлекает с точки зрения возможности там жить или вообще задуматься хотя бы о переезде. Нет ни в коем случае. Мы едем к себе домой в Сочи. Вот Сочи идеальный город для жизни. Идеальный. Три климатических сезона. Весна, лето, осень и зима. Один день. Ну вот, мы остановились на обед где-то в Омской области. У нас оладушки, кофе, лисички, картошечка жареная. Это земляничное варенье, которое Танюшка приготовила из земляники, которую мы купили в Рыкутской области. Кто бы мог подумать. Мы приехали в Ангарск, там ночевали, и пока мы с Лучиком отдыхали, Танюшка сварила. Кофе готово. Ой, вкуснотень. Второй калачик у нас есть. Давай. Ой, хорошо как. Машины едут там где-то вдали. А мы здесь, около пшеничного поля. Кайф, да? Качает. Природа, огонь. Вот так, друзья. 500 километров до следующей точки. Друзья, проехали все кольца. И двигаемся в объезд Омска на Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. Указатели пока Челябинск, Тюмень. Ну, буквально еще километров 150-200. Там начнется разделение. Либо на юг спускаться в Челябинск, либо прямо и чуть выше на север, на Екатеринбург, мимо Тюмени. Вот. Там уже будет разделение. А пока двигаемся на Челябинск направление. Не волнуйтесь. Никуда вы не потеряете с этой дороги. Ну, если только на экскурсию в Омск. Сейчас фуры будут постепенно укладываться спать. Грузовички будут засыпать. Трасса станет более пустой. Вот. Мы планируем ехать до 1000 километров. А это значит где-то до полуночи. Ой, глянь, как красиво там. Лучики. Лучик у нас уже в Сочи. Хозяйничает там вовсю. Отдыхающим помогает. А мы вот двигаемся по трассе. У нас-то мечта на автомобиле, на Байкал и обратно. Самое главное. Больше 10 тысяч километров уже пройдено. Ну что, друзья. Пятый день пути. Мы находимся в Тюмени. Тюменская область. Тут до Тюмени буквально километров 70. Покидаем Сибирь. Въезжаем в Урал. В огромный регион. Гороны. Появились сосники. Сосны. Не лиственница. Мы потихоньку двигаемся в сторону Екатеринбурга. Буквально чуть-чуть осталось до следующей развязки. Половина десятого. По местному. Нам, кстати, надо заехать на какую-то заправочку. Давай вот на эту. Вот здесь магазин, туалет. Ехали спокойно дороги. Ну, плюс-минус на троечку с плюсом по Тюменской области. Где-то колбасило. Облака двигаются. Гляньте, с какой. Летят. Как дальнобойщики. Итак, поворот. И поехали. И поехали. 400 км еще. Ну, это совсем пустяк на самом деле. Заедем в Екатеринбург. Погуляем по нему. У нас там дневка. Дневная остановка. Ну, ибо мы 4 дня делаем по 1000 км. Это много. Ух ты, это что? А, эктурист. Неплохо. Ух ты. Овечки. Овечки были. Все, поехали. Погода, кстати, здесь отличная. Тепло. Плюс 19. Такой день обещает быть и сегодня, и завтра. Ну, в общем, едем километров через 100-200. Еще сделаем запись. А потом покатаемся по Екатеринбургу. Мы сняли жилье. Двухкомнатную. На двоих. Чтобы такое чувство отдыха возникло. Вот. Все поснимаем, все вам покажем. С одной стороны бескрайнее поле пшеницы. С другой. Такое уже невероятное поле с горошком. Но мы его не особо любим. Остановились с Танюшкой на обед. Где-то уже на Урале. Вон Уральские горы. Начинаются. 300 километров до Екатеринбурга. Готовим себе сначала яичинку, потом кофеечек. Я такого никогда не видел. Веротвый лес. Сгоревший. Вот это да. А там дальше, глядь, зелёный Почему трава зелёная? А он не в этом году, да, точно не в этом А, и вот, да, видишь Обугленные столбы Страсти Мордасти Вот это да Подъезжаем к Екатеринбургу Осталось 82 километра Улица Ленина В одном из многочисленных сёл Ну, уже чувствуется, что агломерация какая-то началась Потому что машин стало очень много Много встречки Дома, смотри, какие удивительные Столица Урала ждёт нас Ух ты Посмотри, какой храм Вот это да Да А это правильно делают Монетка Медицинский пункт Екатеринбург Друзья, выезжаем из Екатеринбурга Отдельное видео вы увидите на нашем канале Следите за презентациями Держим путь на юг Едем сейчас до Волгограда Показывает Показывает 2500 километров Это означает ехать 2,5 дня 2,5 дня Едем на юг Сейчас на улице Плюс 11 Это вообще жесть Это зима В Сочи так в феврале И то в феврале теплее Вот А здесь 22 июля Мы с утра встали Мы вчера попали в Ливень С утра сегодня встали А ну прям зима Но всё зелёненькое Весёленькое Угрод нам понравился Держим путь на юг Будем показывать вам дороги Которыми надо будет ехать Если вы соберёте след за нами В Сочи Приезжайте к нам в августе Приезжайте к нам в сентябре В октябре У нас всегда хорошо По сравнению с летом здесь У нас вам будет комфортно Даже зимой Ну тут уже очевидно Покидаем город Началась застройка спальных районов И Отсутствие многоэтажек Вот это вот последнее Которое я вижу на нашем пути Всё друзья Миллионник Один день 8 часов 2500 Держим путь на юг За Екатеринбургом По направлению на Бермь Строится просто колоссальное Нечто большое Это будет автодорога Две полосы в каждую сторону Стройка настолько захватывающая Она до горизонта Восстанавливаются Расширяются мосты Сейчас проехали Ревду Поворот Но это просто Смотрите какие сети Протянуты здесь Насколько мощно Четвертый город в стране По численности населения Везде идет строительство Везде гигантское количество техники Людей Дороги местного значения Глянь даже до сюда докатилось Уже 50 километров Проехали А все еще идет стройка Доехали до Красноуфимска Едем по городу Через несколько сотен метров Поворот налево На улицу интернациональную На самом деле Навигатор конечно очень нужен В целом Он создает Ну такую вот иллюзию Постоянного контроля Над дорогой А везде стоят знаки А на самом деле Везде стоят знаки Поэтому вы не ошибетесь Везде есть металлические указатели Дорожные Которые показывают вам направление Вот сейчас мы повернули На знаки Уфа 382 Ну а там будем обходить Уфу С севера запада Через 600 метров Через 600 метров 500 метров Поворот налево Зеленый светофорчик Ага Вот здесь поворачиваем налево Поверните налево Необычная развязка Мы просто стоим на светофоре Я на такой первый раз в жизни Я тоже Теперь вот эти А следующие мы Ага Видишь тоже собачка переходит по светофору Вот это я понимаю Воспитанные животные Маленькие автобусы Пятерочка пошла Вот сейчас по идее Наш зеленый должен быть Повернули По главной О, пятерочка большая Слушай, а может быть я А зачем нам пятерочку? А, мороженое хочешь? Ну давай Заехали В Красноуфимске Заехали в пятерочку Удивительная для нас Из Сочи Городская застройка Маленькие домики Бревенчатые Танюшка купила себе мороженку Пятерочки Я Чабату Хлебушек Будем делать остановку Через 400 километров Когда Уфу пройдем Готовить будем еду Кофе Молоко взял, Тань? Я видел Ух ты Никольский дар Красное-белое А вот многоэтажечки Напротив Это видимо школа Ну очень похоже Каникулы у детей Счастливые Вот дома Обшитые сайдингом Я вот не могу этого понять Выглядит это очень странно Кто бы меня в чем не убеждал Прямо? Да Нам с тобой насквозь надо Проскочить Еще один населенный пункт Который мы проедем Насквозь Друзья Итак Двигаемся в Сочи В такие моменты В такие моменты всегда вспоминается Фильм Пункт назначения Бревна у него навалом Через 800 метров На перекрестке С круговым движением Сверните на первый выезд Едем до Уфы По дороге По которой мы еще не катались Друзья А дальше Все на Самару Трасса Меся Гутова Меся Гутова Мясо Гутова Меся Гутова Вот здесь Внимание Держитесь Правее А туда же идет и Лесовоз Все друзья Свернули на дорогу По которой теперь будем ехать Часа 4 Если не больше Следующая развлекуха Как мы называем Вот какие-то повороты Или кольца Через 79 километров 79 километров Друзья Это как от Блинова До Лазаревского А нет Как от Сочи До Лазаревского Короче 79 километров Поворот Направо А до Уфы Еще пилить и пилить Мы проехали Всего 210 километров За сегодня Это мало На Толинск Надо же Целый населенный пункт Ну все Все-все-все Сельская дорога Трасса какая-то Р-350 И сельская дорога Трасса Ой-ой Какая колея Мы продолжаем Мчаться на юг Нам еще предстоит Очень много